Юноши строги и элегантны. Девушки невероятно грациозны и изящны. В Славянске на Кубани прошли открытые соревнования по одному из самых красивых видов спорта – танцам. На 600 квадратных метрах паркета выступали сильнейшие танцевальные пары не только Кубани, но и других регионов. В мир богини танца Терпсихоры на несколько часов погрузились Анна Монастыренко и Георгий Калинин. Более 800 танцоров из 13 городов приехали в Славянск на Кубани, чтобы принять участие в открытых соревнованиях по танцевальному спорту «Славянский вальс». Проводится этот турнир ежегодно, но впервые в нем приняло участие такое количество спортсменов. За счет таких соревнований в Славянском районе развивается данный вид спорта. И турнир проводит спортивная школа Олимпийского резерва «Изумруд» при поддержке, конечно же, администрации, муниципального образования, Славянский район управления по физико-культуре и спорту администрации. И этот турнир всегда проводится в рамках проведения открытых краевых соревнований по танцевальному спорту в едином календарном плане Министерства спорта «Края». Выступления спортсменов начались в 9 часов утра и продолжались до позднего вечера. На паркет, сменяя друг друга, выходили как сольные исполнители, так и танцевальные пары. Каждая возрастная группа должна была исполнить танец своей категории сложности. Выступления ребят оценивались по нескольким критериям. Первая – музыкальность, попадание в музыку танцоров. Вторая – критерия оценки – это технические качества, конкретно пары. И третья – критерия оценки – это эмоциональная часть спортсменов. Сегодня уровень данных соревнований ребята привезли очень высокий. Судя по нашей работе судейской, достаточно подготовленный, потому что прошел целый танцевальный сезон. Он уже заканчивается в конце мая. У нас начинается активная подготовка к следующему танцевальному сезону. Но достаточно сильные спортсмены сегодняшние соревнования. Удивительное чувство ритма, пластика и легкость движений. Наблюдать за выходящими на паркет парами было одно удовольствие. В турнире приняли участие. И 93 славянских танцора. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Изумруд» Артем Ворошилов и Екатерина Щербак в паре уже 7 лет. Их уже достаточно большой опыт выступлений дает возможность уверенно чувствовать себя на паркете, а от самих соревнований получать удовольствие. Получаем опыт из-за этого больше раскрепощаемся, показываем красоту танца самого. Также смотрим ошибки других людей и пытаемся их не повторить. Конкуренция на соревнованиях была серьезная. Как и в любом спорте, не обошлось без травм и падений. Но спортсмены, вопреки всему, шли к своей цели. Соперники очень были сложные. Вот мальчик там, мы его начали обгонять, обгонять, и у нас мы упали. Да, на паркете. Мы хотели его пойти, чтобы мы не врезаться. Ну, я упал, и потом я свою партнершу поднял. Соревнования проходили в Центре спортивной подготовки «Олимпийц». Зона, где выступали танцоры, была красиво оформлена. Гости и участники отмечали хороший уровень организации турнира. Здесь уютно, как по-домашнему. Здесь очень нравится атмосфера, самая хорошая. И здесь интересно соревноваться. Танцоры приехали из Керчи. И это были не единственные спортсмены из Крыма. Максим Ивер и Айше Сиджаринова в Славянск-на-Кубани приехали из Севастополя. С собой они увезут сразу несколько медалей и кубков. Как рассказала тренер, впечатления от турнира остались только самые хорошие. Мы ехали уже через Керченский мост. Как бы 15 минут и мы на материке. Последний с паромом – это, конечно, очень быстро. Вот. Турнир – мы первый раз сюда приехали. Ну, по наполняемости он хороший. А на данное время это очень хорошо, когда турнир, наполняемость, много детей. И результаты очень у нас достойные в этот раз. Значит, судейство хорошее было. По итогам соревнований победителям были вручены медали и кубки. Не остались без наград и славянские спортсмены. Высокие результаты показали представители детско-юношеской спортивной школы «Изумруд». Так, в категории «Молодежь» по программе «Стандарт» Евгений Дергач и Варвара Савкина завоевали второе место. В этой же программе второе место занял юниор Александр Морыгин. Третье место в дисциплине лакина взяли Артем Ворошилов и Екатерина Щербак, а также Анастасия Азарова. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».